В городе Кунаев прошло совещание под председательством руководителя Департамента экологии Алматинской области. В ходе заседания была обсуждена дорожная карта по улучшению экологической ситуации в регионе на 2023-2025 годы. Специальный региональный план утвержден приказом главы области Марата Султангазиева и министра экологии Зюльфии Сулейменовой. Также были подняты масштабные проблемные вопросы и тему продолжит наш корреспондент. В целях улучшения экологической обстановки Алматинской области определены пять направлений в рамках 13 мероприятий. В ходе собрания обсуждались вопросы о воздействии на экологию теплоэлектроцентрали на территории области. Отметим, ежегодно с ТЭЦ номер 3 выбрасывается 16 тысяч тонн вредных отходов. На сегодняшний день предусматривается перевод ТЭЦ номер 3 на газ. В случае перехода на газ сократится в 16 тысяч тонн отходов до 2 тысяч тонн. Это положительно сказалось бы на здоровье населения и чистоте окружающей среды. По словам ответственных, дефицитов в ходе переходного процесса не будет. Вредные вещества выбрасываются в воздух из жилых домов, использующих уголь. На сегодняшний день в регионах области поэтапно реализуется подключение к природному газу. Однако для подключения к голубому топливу у населения должны быть финансы. Ни для кого не секрет, что даже в магистральной зоне некоторые жители до сих пор топят печи углем. Это является большой проблемой. Наряду с этим еще одной проблемой является озеленение и благоустройство области. По словам конспека Баиделева, в год должны быть посажены 50 тысяч деревьев. Отметим, по словам специалистов ЖКХ, 20% саженцев оказались непригодными. На совещание пришли только главные специалисты областного управления энергетики и ЖКХ и городского отдела. Руководитель департамента экологии оценил это как небрежное отношение руководства к экологическому вопросу. По вопросу озеленения, в целом в Алматинской области в год необходимо высаживать 50 тысяч деревьев. Только в прошлом году было посажено свыше 100 тысяч корней. В этом году общее количество составило 109 тысяч. Еще одна проблема, грозящая экологической катастрофой – Сорбулак. Это самое крупное озеро – накопитель сточных вод. Причем не только в Казахстане, но и на территории СНГ. Территориальный накопитель находится в Вилийском районе Алматинской области. В ходе мероприятия президент экологического союза Табигат Мельс Элиусызов заявил, что существует реальная угроза прорыва плотин, которые удерживают водную массу. А это большая опасность для населенных пунктов, расположенных рядом. Я сейчас буду обращаться в Генеральную прокуратуру и во все другие инстанции. Серьезные инстанции по привлечению – это такое отношение, это преступление, самое настоящее. Чиновник обязан принимать решение в случае, допустим, аварийной какой-то ситуации, предпосылок даже. Этого ничего нет. А там, если, значит, рванет Сорбулак, то не будет части Ильинского района, и весь Балхашский район будет смыт с лица земли. Понимаете? Это будет мирового класса проблема. О ней будут знать все. Вот сейчас, пока этого не случилось, сейчас они должны принять меры. На встрече также обсуждалась проблема утилизации твёрдых бытовых отходов. Реализация вопросов, поднятых на совещании, будет обсуждаться в ежеквартальном совещании в октябре. Оруженка Нейбаева, Айдос Калиев, Телеканал ЖЕЦУ, Алматинская область.